Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания «Адмиромаркетс» и рад приветствую вас на нашем новом видео. Неделя продолжается, новые события появляются, ну и сегодня ключевое событие это инагурация Байдена, ну и собственно последний день Трампа. Собственно, также в фокусе внимания заявление Джанет Йеллен по поводу продолжения стимулирующей политики и также ограничения с точки зрения налогов, которые как раз грозился Байдену и возвращения Джекома. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк к этому видео и ваши вопросы, конечно, как всегда, оставляйте в комментариях. Начнем с ключевого события. Вчера Дональд Трамп принес свои извинения большому количеству лиц и по информации, опубликованной на сайте CNBC, мы видим порядка 73 извинений, которые он принес. И вот представлен такой достаточно длинный документ на 37 страницах, в которых Трамп, ну вот в пресс-релизе Белого дома, человек за человеком, да, приносит свои извинения за те, скажем так, конфронтации, которые были у Трампа в ходе его президентства. Довольно-таки длинный список, посмотрим, насколько это, ну, практически повлияет на людей, но такой финальный аккорд у Трампа состоялся. И, собственно, сегодня также пройдет инаугурация уже Байдена и он полностью вступит в свои законные права. Также вчера Джанет Йеллен заявила о том, что политика, стимулирующая политика сохранится, да, то есть они продолжат поддерживать экономику, да, так как в любом случае пока коронавирус не побежден, эти действия, они будут их в фокусе внимания. Собственно, вчера также рынок отреагировал на это позитивом и мы увидели укрепление ключевых фондовых индексов, ну, американских фондовых индексов и также рост по, безусловно, по акциям. Также, что было в фокусе внимания, это налоговые ужесточения администрации Байдена, да, о которых он говорил, и здесь есть некоторое отступление от этого, то есть, ну, по заявлению Йеллен, они не будут возвращаться к этому вопросу, пока коронавирус не будет побежден, что, безусловно, также является позитивом для корпоративного сектора. Еще одна важная новость, которая появилась, это появление Джекома, скажем так, он не появлялся на экранах с октября прошлого года, что влияло на, ну, в том числе и на котировки акций компании Либаба, и, безусловно, на перспективы данной компании. То есть, я напомню, что это китайская компания, одна из крупнейших, да, китайский интернет-ретейлер. У меня также в портфеле акции этой компании есть, они очень сильно корректировались, и, собственно, исходя из этой причины, я также добавил акции в свой портфель. Ну, и плюс, это китайская компания, то здесь тоже важно быть диверсифицированным по разным мировым экономикам, да, как бы там, в числе и Китая. А, собственно, акции на это отреагировали позитивом, порядка 5% был рост, ну, собственно, отскочили от локальных минимумов, и пока на текущий момент тенденция продолжается. Также, я напомню, что в отношении Либаба были разбирательства китайских властей, да, с точки зрения антимонопольного регулирования, так как были, опять же, конфронтации у Джекома с правительством Китая. Конечно, инвестировать в подобные акции выглядит довольно-таки рискованно, это тоже важно понимать, но человек, который смог построить такую империю, вполне вероятно, что может выйти из этой ситуации победительным, возможно, да, с некоторыми изменениями в структуре бизнеса, но, тем не менее, пока небольшим объемом я также вижу для себя перспективную инвестицию и именно в эту компанию, да, ее я также продолжаю держать. Ну, а теперь с точки зрения рынков, давайте начнем, разберем сначала с ключевых инструментов, то есть вчера мы видели, если мы посмотрим на S&P 500 вначале, да, мы видим продолжение восходящего движения, вчера фактически произошла смена вот той небольшой коррекции, которая у нас началась 8 января, и, собственно, сейчас мы можем говорить о продолжении как раз восходящей формации. С точки зрения других инструментов, евро-доллар тоже начал укрепляться после локального минимума, который был в области 1.20, здесь мы видим попытки как раз восстановительного восходящего движения, то есть текущих уровней, я бы говорил так, что пока, с точки зрения часового таймфрейма, мы перешли в фазу роста, и как раз для меня это тоже поиск возможных покупок. Вчера я поставил отложный ордер, он все еще активен, это область минимальной значения вчерашней торговой сессии, стоп-лосс за минимум 18 января. Пока эту сделку я оставляю, с той же разницей, что вчера, конечно, цена не скорректировалась до моего отложенного ордера, поэтому ордер не был активирован, но вполне возможно, что это случится сегодня, поэтому сегодня еще в течение дня я эту позицию буду держать. По британской валюте также мы видим продолжение восходящего движения, мы отскочили от области поддержки, вчера также мы перешли в фазу роста, и теперь движемся вновь на обновление локальных максимумов, то есть здесь, опять же, локально, с точки зрения числа таймфрейма, можем говорить, что тренд восходящий продолжается. Не было здесь никаких коррекций, но, собственно, здесь я не получил возможности также присоединиться к этой позиции, сейчас отложенных ордеров у меня нет, британскую валюту пока входить не буду. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы тоже видим продолжение нисходящей формации, которая, ну, собственно, началась как раз вчера, и, ну, мы видим плюс-минус одну и ту же самую картину на большинстве инструментов. Собственно, сейчас цели движения, это обновление минимальных значений, которые были как раз в январе, ну, а с точки зрения числа таймфрейма, здесь, опять же, не было хороших уровней для присоединения к данной позиции, поэтому здесь я для себя отложенные ордера не устанавливал. По паре американский доллар, японская иена, вот это движение началось здесь уже чуть раньше, я еще с прошлой недели продолжаю держать открытой данную позицию, и, собственно, пока здесь ничего не поменялось, также сохранилась у нас нисходящий тренд, ну, и, собственно, я присоединился на данном нисходящем движении, поэтому данную позицию я тоже продолжаю держать. Были некоторые изменения, я перенес сегодня уже стоп-лосс за максимум, который был сформирован вчера, то есть здесь в данном случае убыток, он уже практически равен с точкой входа, здесь, да, небольшой минус возможен, если все-таки цена уйдет вверх, но пока все выглядит на продолжение как раз нисходящего движения, ну, и цели по данному снижению, там, где у меня стоит тейк-профит, это область 102.62. А по австралийцу, по австралийцу также мы перешли в фазу восходящего движения, то есть в рамках вот данной коррекции, которая у нас была там с первых чисел января, поэтому здесь я тоже продолжаю держать на готове, да, что называется, отложенный ордер, вчера чуть-чуть она не дошла до него, поэтому он не сработал, но вполне вероятно, что это может еще случиться сегодня, и тогда в этом случае к этой позиции я бы тоже присоединился. По новозеландцу, вчера здесь не было как раз уровня, новозеландцы выглядит чуть более интересным для входа с точки зрения австралийца, потому что коррекция была более затяжной, соответственно, и вероятность вот восходящего движения здесь, ну, пропорционально она будет выше, поэтому сегодня здесь я тоже поставил отложенный ордер, сегодня мы смогли как раз закрепиться выше максимума, которые были сформированы вчера, вчера не было этого закрепления, соответственно, сегодня я этот отложенный ордер поставил, сейчас мы увидим, что цена корректируется. Коррекция на 50% от движения вчерашнего дня, как раз здесь, ну, вот данную коррекцию я ожидаю, и если она случится, то в эту позицию я войду, то здесь данная сделка выглядит более интересно, чем, например, тоже самый австралиец. По золоту, да, здесь мы видим продолжение как раз восходящего движения, здесь я тоже для себя рассматриваю возможность присоединиться по направлению вверх, если бы вчера случилась коррекция, но волатильность вчера по золоту была крайне низкая, буквально в совсем небольшом диапазоне мы вчера по золоту ходили, поэтому не произошла данная коррекция, поэтому сейчас вот этот ордер уже не актуален, и его я в данном случае удаляю, да, по золоту. Здесь я уже эту ситуацию не рассматриваю, буду искать уже новые возможности присоединения по золоту. Но в целом, в целом мы видим продолжение восходящей формации, ближайшую область сопротивления на 1871. Если мы преодолеваем данные максимума, которые были 12 января, то уже вероятность продолжения роста золота здесь будет более вероятной. По индексам, индекс DAX, также мы видим завершение вот этой коррекции небольшой, которая была с начала января. С точки зрения часового таймфрейма, вчера мы смогли приблизиться и закрепиться выше максимальных значений, которые были 15 января. Ну, собственно, здесь уже движение восходящее также остается в приоритете. Вопрос, где есть возможность к нему присоединиться, потому что по текущим уровням, исходя из того, куда я могу поставить стоп-лосс, а это минимум, который был как раз 18 января, 18-15 января, то есть четверг, пятница и понедельник, здесь не самое оптимальное. Поэтому тут я пока отложенных ордеров не ставил, пока буду просто наблюдать. По S&P, ну, собственно, ключевой инструмент, за которым мы все следим. И, собственно, многие инструменты зависят как раз от поведения на S&P 500, поэтому к нему, конечно, приковано все внимание. Вчера, как я уже сказал в начале, был отыгран тот позитив, который был и с позиции Ерлин, в первую очередь. Вчера ключевое заявление, которое произошло, собственно, мы увидели продолжение роста по данному инструменту. У меня стоял отложенный ордер на коррекцию. К сожалению, коррекция произошла, но была не такой большой, как я для себя планировал. Поэтому здесь пока позиция не открылась, мы уже практически дошли до целевых уровней. Не факт, что мы сможем уйти дальше, поэтому здесь по S&P 500 пока я позицию оставлю. Потому что и так достаточно большое количество отложенных ордеров сейчас у меня есть. И в любом случае важно также минимизировать риск. И по открытым позициям, в этом случае, если откроются все позиции, которые у меня сейчас находятся в виде отложенных ордеров. Ну и плюс имеющаяся позиция по доллар-иене. Но там, по крайней мере, стоп-лост у меня уже перенесен достаточно близко к точке входа, поэтому риск там минимален. Ну и нефть марки Brent также пошла на укрепление. Собственно, данную реакцию мы видим и на фоне других, связанных с нефтью, собственно, компаний. Компании также продолжают расти. Вчера мы видим фактически переход в фазу восходящего движения. Поэтому пока по нефти мы видим продолжение восходящего тренда с точки зрения часового таймфрейма. И следующая цель роста – это уже уход выше максимальных значений, которые были 13 января, то есть на обновление данных локальных максимумов. Но нефть также растет в большей степени на ожиданиях, на ожиданиях от к возврату как раз экономик, к возврату спроса. Ну и плюс действия ОПЕК, которые были в начале января, безусловно, тоже на это повлияли. Поэтому нефть пока мы видим в виде как раз продолжения восходящего тренда. Неделя интересная. То есть на неделе насыщена как раз теми вливаниями информации, которые появляются из США. Сегодня еще раз пройдет инаугурация Байдена. Ну и собственно уже мы видим, что рынки отыгрывают позитивно те заявления, которые тоже были сделаны вчера. Но будем надеяться, что позитивный настрой сохранится в ходе его президентства. Ну а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы обязательно оставляйте в комментариях. Но мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим, как закрывается текущая торговая неделя. Всем спасибо за внимание и до свидания.